МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волна телефонных звонков о якобы заложенных бомбах прокатилась по всей России. Сегодня подобные сообщения добрались и до Чебоксар. В интернет-пространстве в районе 11 часов дня стала появляться информация о массовой эвакуации посетителей и сотрудников из торговых центров. Административных зданий, гостиниц назывались адреса Дома торговли, Звездного, Шупашкара, лидеры, мэрии Чебоксар, ряда гостиниц. У входа в Дом торговли много людей. Это и сотрудники, и посетители. Работа временно прекращена. Сказали, что у нас эвакуация. Была громкая связь какая-то? Была громкая связь. Несколько раз повторяли сигнал? Я, честно, не слышала, сколько раз было, потому что один раз мне было достаточно, мы вышли сразу. Народа немного. Мы быстро вышли, собрались, быстро, быстро вышли. Вы достаточно спокойно? Да, спокойно, без ажиотажа. Мы верим в лучшее, все будет хорошо. Да, да, не говорите. Вы думаете, это просто учебное? Чуваша, святая земля. Все оперативные службы работали в усиленном режиме. Всего в столице было эвакуировано около 1300 человек. По итогам проверок все сообщения о заложенных бомбах оказались ложными. Взрывных устройств обнаружено не было, сообщает официальный портал органов власти республики. В связи с телефонными звонками о закладке взрывных устройств на объекте города Чебоксары все оперативные службы работают в усиленном режиме. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности на территории республики. Оперативная обстановка в регионе находится под постоянным контролем антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Чувашской республике. Итоги социально-экономического развития Чувашии за 8 месяцев обсудили на совещании у главы республики. В целом динамика положительная, но отдельные направления требуют дополнительного внимания. Объем отгруженной продукции за 8 месяцев превысил 129 миллиардов рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отрадно, что в число предприятий, увеличивших объемы производства, пошли и тракторные заводы. Здесь по вагонам есть загрузка уже, соответственно, за собой увеличение загрузки промлит и агрегатного завода. Агрегатный завод сегодня начал осваивать изделия не только для своей техники, но и для таких тракторов, как Катерпиллер, Камацу, Шантау – это известные мировые производители. Глава Чувашии отметил, ситуацию на предприятиях концерна необходимо держать под контролем. Несмотря на оживление экономической деятельности, там сохраняется режим неполной занятости для рабочих. Не все заказы выполнены. Нижэкономбанк, участвующий в выздоровлении предприятий, открыл кредиты на сумму почти 2 миллиарда рублей. С учетом увеличения объемов производств рассматривается вопрос и об увеличении портфеля до 4 миллиардов рублей. С акционерами встречались мы, соответственно, с ВЕРМом тоже еще будем встречаться. Там, в принципе, наблюдательный совет, поэтому какие предложения будут, нужно будет представлять. Среди направлений, увеличивших объемы выпуска – машиностроение, химическая промышленность, производство резиновых, пластмассовых, текстильных изделий, изделий с кожей, различного оборудования. Несколько меньше, чем в прошлом году, введено жилья. Снизили показатели в НИИР, ЭКРО, Чулочин, Трикотежная фабрика. Средняя заработная плата выросла почти на 8% и превысила 23,5 тысячи рублей. Республиканский бюджет за январь-август 2017-го исполнен с профицитом. Доходы консолидированного бюджета составили 33 миллиарда 214 миллионов рублей. Основные виды налогов – это налог на прибыль, НДФЛ. Расходы составили консолидированного бюджета на 1 сентября 30 миллиардов, 16 миллионов рублей. 67% из них – это социально-культурная сфера, 23% – реальный сектор экономики, 9,8% – это прочие расходы. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Как предупредить правонарушения среди школьников? Об этом говорили сегодня на еженедельном совещании в столичной администрации. По каждому району Чебоксар составили перечень школ по количеству учеников, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Возглавили антирейтинг школы номер 6, 29, центр образования номер 2. Где не ведутся занятия с детьми по дополнительному образованию и результатам в прошлом году отсутствия открытия спортивных секций, посещения музеев. Там и такая вспышка, ну и достаточно большое количество детей, которые нарушают закон. Еще одна проблема – отсутствует четкое взаимодействие между правоохранительными органами, школами и комиссиями по делам несовершеннолетних. Ставим вопрос о создании комиссии на уровне города, которая координировала бы действия районных администраций, координировала бы взаимодействия с МВД. Кроме этого, необходимо закрепить ответственность за заместительными директоров школ по воспитательной работе, классами и руководителями за получение достоверной информации о каждом ребенке. Сегодня школы не заинтересованы порой выдавать реальные события, реальную статистику. Индивидуальная работа с каждым ребенком и обеспечение досуга во внеурочное время – эти направления необходимо развивать, подчеркнул Алексей Ладыков. Течет крыша, не греет трубы и плохо работает лифт – тогда программа капремонта идет к вам. О том, как она реализуется в Чебоксарах – в нашем сюжете. На этот год в списке 128 жилых дома. Их ремонтируют 16 подрядных организаций. Сейчас готов лишь один дом. По остальным есть вопросы. До конца года осталось всего три месяца. Так, недалеко и до срыва обязательств. Задержки управления жилфондом объясняют тем, что все проекты долго проходят ценовую экспертизу. Ее делают не меньше двух месяцев. В середине сентября вы еще по некоторым домам даже конкурсы не объявили. Как выполнить это? Основные то, что остались, это по лифтам у них экспертизы у фонда капремонта. По инженерным коммуникациям практически из ценовой экспертизы вышли. Еще один важный фактор – собираемость взносов за капремонт. В Чебоксарах она составляет 79%, но есть и проблемные адреса, например, микрорайон Байконур. Там ниже 50% примерно. Ну, какие меры предпринимаются ниже 50%? Соменство, фонда капремонта, в исковую работу проводим. Алексей Владыков подчеркнул, собираемость надо повышать, а список домов, подлежащих ремонту на будущий год, надо формировать уже сейчас. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В Бурнарском районе, в деревне Хорн-Кукшум, во время уборки ячменя сгорел комбайн «Дон». Водитель, к счастью, не пострадал, однако машина восстановлению не подлежит. Комбайн был исправлен, прошел технический осмотр в августе 2017 года. Водитель со стажем, 13-летний опыт у него. На сегодняшний день выехала туда нас комиссия, выясняется причина возгорания, после чего будет оценен ущерб и определена чья вина. Также у нас проводятся плановые мероприятия для предотвращения таких случаев, то есть, чтобы техника была исправна, использовалась. Плюс комбайнеры и механизаторы имели с собой должным образом оформлено удостоверение. Проводятся мероприятия частник, трактор. Плановые мероприятия совместно с МВД, ГИВДД Почувашской Республики. С 1 августа по 31 августа прошло такое мероприятие. Нашими инспекторами было проверено порядка 1375 единиц техники. Составлено протоколов, порядка 600 протоколов. 45 протоколов было составлено, административных протоколов на юридических лиц. Сумма штрафов составила 412 тысяч рублей. Сегодня в Ленинском суде города Чебоксара начались слушания по уголовному делу о взятках в транспортном отделе администрации столицы. На скамье подсудимых бывший начальник Денис Савельев и главный специалист отдела Елена Сорокина. Их обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, бывший начальник отдела Денис Савельев и его подчиненная Елена Сорокина получали с апреля 2016 по март 2017 года взятки от предпринимателей, которые занимались пассажирскими перевозками. Чиновники получали деньги за так называемое покровительство, а именно за сокращение проверок и продление договора. Если владелец маршрута отказывался платить, то у него сразу находили нарушение, влекущее за собой расторжение договора на обслуживание. Указанными лицами было получено незаконно более 600 тысяч рублей. Всего за так называемое покровительство в маршрутных перевозках незаконно оплачивали деятельность начальника отдела три человека, которые занимались перевозками по трем маршрутам, курсирующим по городу Чапацары. В марте этого года чиновник был пойман на взятки. Момент передачи денег снял на видеорегистратор один из предпринимателей. После того, как видео попало к правоохранителям, Савельева заключили под стражу. Экс-чиновник вначале признал свою вину, написал явку с повинной, но позже отказался от своих показаний. Экс-чиновник с марта этого года находится под домашним арестом. Сегодня мера пресечения Савельева в виде домашнего ареста была продлена. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Самообладание, выдержка, толерантность и отзывчивость – это еще не весь список качеств, которыми должны обладать настоящие волонтеры. Всему этому можно научиться. В Чебоксарах началось обучение добровольцев 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Делиться опытом приехала тренер из Москвы Анастасия Беломытцева. Едут не на курорт, едут точно не на потусить в Сочи и покупаться на море, полежать на пляжике. Ребята едут работать и ребята едут с осознанием того, что они в первую очередь являются лицом Российской Федерации и несут те ценности, которые есть у российской молодежи сейчас. 60 волонтеров из Чувашии отправятся в октябре в Сочи. Должны уметь они многое, но основная их задача – сделать так, чтобы иностранные гости чувствовали себя комфортно на Всемирном фестивале молодежи. А их ожидается 10 тысяч человек. Участников из России примерно столько же. Дмитрий – волонтер со стажем. Он уверен, что каждое мероприятие для него – бесценный опыт. В Сочи я решил подать заявку. Это международный всемирный фестиваль. И набраться побольше опыта, конечно же, в общении с другими людьми и с другими волонтерами. Если молодежь едет набираться опыта, то люди почтенного возраста им делятся. Римми Брейс, 68 лет. Она услышала про набор волонтеров в Сочи и решила, что надо ехать не раздумывая. Силы есть, говорит серебряный волонтер. Да, я вообще обожаю молодежь. Мне кажется, молодежь у нас великолепная, добрая и инициативная очень. Побыв сегодня, я уже убедилась, сколько в них азарта, сколько в них стремления. Помогать в организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов будут 5 тысяч добровольцев из России и зарубежных стран. Танцы без границ «Кидс» – национальное телевидение «Чуваши» запускает новый сезон танцевального проекта. В минувшие выходные в торговом центре «Мадагаскар» прошел первый этап кастинга. О том, как это было, Юлия Важенина. Они хорошо чувствуют музыку, ритмично двигаются и не представляют свою жизнь без танцев. Кто-то из них, несомненно, станет победителем проекта «Танцы без границ «Кидс». Талантливые дети «Чебоксар» собрались в торговом центре «Мадагаскар», чтобы показать, на что они способны, и побороться за главный приз проекта – путевку в «Стардэнс Кэмфо Кидс» – танцевальный лагерь России на Черном море. Вика Иванова в свои 12 лет смело может говорить, что танцует уже полжизни, но в танцевальном проекте участвует впервые. Я люблю двигаться под музыку, и я начала заниматься танцем с самого детства. Мне очень нравится делать всякие раздвижения и в стиле хип-хоп и уличный танец. На кастинг Вика пришла вместе с мамой. Она верит в успех своей дочери и всячески ее поддерживает. Хотим попытать себя, свои возможности, спробовать, потому что танцуем уже давно. То есть, ну, конечно, пришли вообще спонтанно, увидели, что вот такое мероприятие, но без подготовки, я думаю, она справится. Если ты всю жизнь мечтал стать звездой сцены, не упусти свой шанс. Приходи на следующий кастинг. Мы ждем тебя в среду, 20 сентября, в 17 часов в студии танца «Джем». Лучшие выступления увидят все зрители национального телевидения «Чуваши». Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Расиль Мухаммедов, Арена Гавилиан, Республика. Студенты Республики вышли на парад. «Чуваши» впервые приняла участие в массовом шествии учебных заведений страны. Одновременно оно проходило более чем в 30 регионах. Так молодежь отметила посвящение в студенты. Яркие моменты Чебоксарского парада в следующем материале. «Институт культуры и искусств – самый молодой, термично развивающийся РУЗ, занимающийся подготовкой уникальных специалистов для сферы культуры и искусства Чувашьей Республики». Все флаги университетов, институтов, колледжей и техникумов сошлись в одном месте. У каждого ВУЗа и СУЗа Республики своя визитная карточка. «Среди студентов и выпускников политеха – чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России по миатлону». Торжественный парад собрал в одном месте более трех тысяч человек. Вместе с ректорами и преподавателями – те, кто получил студенческий билет в этом году. В колоннах – будущие медики, строители, механики, спасатели и актеры. «Душа моя лежит в творчестве, и я просто обожаю творчество, люблю активный образ жизни». «Хорошие преподаватели дают качественное образование, и в общем, все хорошо там, не очень нравится». «ЧГУ – самая лучшая подготовка на медицинском факультете, на котором я как раз и стою. С самого начала там приняли нас очень тепло». Парад студенчества в республике прошел впервые. «Они дают присягу на то, чтобы будут осваивать профессию, но вуз наш педагогический встречает традиционно хорошими успехами. Он эффективный среди вузов Российской Федерации. И самое главное – надежда на будущее – это наши студенты». Михаил Игнатьев отметил, что студентам республики креатива не занимать и поставил им отличные оценки. «Когда мы вместе, мы не победимы! Пять плюсов!» «Сегодня 18 образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования решили поучаствовать на этом параде. Это историческое событие будет вписано золотыми буквами в золотую страницу нашего народа Чувашской республики». Студентов 30 регионов страны связал телемост. На связь с другими городами вышли и Чебоксары. «Чебоксары – столица Чувашской республики. Невероятно чистый, уютный, прекрасный, нарядный город. Он растет и развивается. И здесь очень нужна энергия молодых. Их светлые головы и умелые руки. Мы даже подготовили для вас особое приветствие! Это Чувашия ФМ3! Также дружно первокурсники дали клятву студента. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Чувашия поддержала кросснации. Праздник спорта в республике прожел уже в 14-й раз. Всероссийский день бега охватил все муниципалитеты. Центральный старт был дан на набережной Чебоксарского залива. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На набережной столицы негде и яблоку упасть. Кросснации в республике продолжают бить рекорды. С каждым годом забег становится все более массовым. Только у монумента матери-покровительницы собрались 16 тысяч человек. Чтобы разогреться перед стартом, горожанам предложили выйти на гимнастику. В роли инструкторов команда по фитнес-аэробике. Для большинства горожан кросснации стал семейным праздником. Главными судьями забега стали супруги Ивановы, профессиональные спортсмены и к тому же чемпионы. Сверять время они теперь будут по часам от главы республики. Самые-самые громкие аплодисменты нашим профессиональным спортсменам. Вместе с родителями стартовала и четырехлетняя Карина. Участие в кроссе нации для девочки стало дебютом. Километровую дистанцию она преодолела без труда. Понравилось? Да. Еще придем? Да. Мы в будни любим побегать, поплавать, а на кросснации выходим каждый год. А кто-то решил выйти на старт вместе со своими коллегами, друзьями и одноклассниками. Школы и вузы республики делегировали на кросснации лучшие команды. Класс у нас очень активный. Участвуем в таком большом кроссе. И зимой тоже мы участвуем на Лыжне России. Нам очень понравилось бегать и участвовать в этом конкурсе. На одну дистанцию с молодыми каждый год выходит Эмиранда Кольцова. Самая опытная участница кросса нации скоро исполнится 90. А она продолжает увлекаться бегом и лыжами. Я занимаюсь очень много. Делаю зарядку утром. Хожу очень много. Двигаюсь, в огороде работаю. Члены правительства, депутаты и глава республики преодолели специальную дистанцию 2 километра и 17 метров. Отличное настроение. Много положительных эмоций. Все рады. Все счастливы. Да здравствует спортивная Россия. Да здравствует спортивная Чувашия. Точное количество участников кросса нации почитали уже выходные. Всероссийский день бега в республике поддержали более 60 тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Это вся информация на сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии.